Министры иностранных дел Китая и России в пятницу провели встречу в Пекине. Дипломаты говорили о проблемах Южно-Китайского моря и обсудили предстоящий визит Владимира Путина в КНР. По итогам переговоров Ван Ии и Сергей Лавров дали совместную пресс-конференцию. Глава МИД России подтвердил, что проблему принадлежности островов в Южно-Китайском море нужно решать только через прямой диалог, и внешние игроки не должны вмешиваться в этот вопрос. Министр иностранных дел Китая Ван Ии рассказал журналистам о том, что стороны договорились активизировать сотрудничество, особенно между северо-востоком Китая и дальним востоком России. Дипломаты также подняли тему совместных годов СМИ. И особое внимание министры уделили июньскому китайско-российскому саммиту и визиту в КНР президент России. Мы полностью обсудили детали визита в этом году президента России Владимира Путина в Китай. Это для китайско-российских отношений самая важная политическая повестка дня в первой половине года. Мы будем уделять большое внимание этому событию. Самая главная задача в этой поездке для министра иностранных дел России подготовиться к визиту президента. Мы обсуждали ситуацию в Южно-Китайском море. Российская позиция неизменно. Эти проблемы не должны каким-либо образом интернационализироваться. Никто из внешних игроков не должен пытаться вмешиваться в их решения. Есть конвенция ООН по международному праву. Есть декларации о поведении в Южно-Китайском море, которую Китай и страны Ассиан заключили. Есть руководящие принципы, которые были согласованы между Пекином и столицами Ассиан. И именно этим и нужно руководствоваться и решать любые возникающие проблемы, включая территориальные споры, через прямой диалог непосредственно заинтересованных стран политическими и дипломатическими методами. Мы эту позицию подтвердили, она остается в силе.